коллеги здравствуйте я сегодня в екатеринбурге и у нас сегодня интервью с основателем сети жизнь марта иваном зайченко у нас экспедиция ритейл и соответственно есть возможность задавать вопросы владельцам основателям бизнеса будем абсолютно разные вопросы задавается не только в прямую среду про ритейл потому что у вас все-таки несколько более широкий до спектра интересов и задач и как раз наверное первый вопрос как давно вы на рынке общепита ритейла и как вы на него пришли я на рынке ну в первый я сначала начинал не с ресторанного бизнеса притела уже потом получился и я с 2008 наверно года 2009 года занимаюсь ресторанным бизнесом а до этого а до этого тоже за кстати ресторанным бизнесом но с другой стороны вот мы сделали аналог delivery club или яндекс еды вот то есть у нас был сайт доставка 1.ru и мы вот организовывали доставку из ресторанов и получается здесь вы довольно много интересного могли подчеркнуть да для того чтобы дальше уже не делать ошибок да ну наверное не знаю но достаточно много я познакомился с рестораторами понял их слабые стороны понял их сильные стороны и в общем исходя из этого сделал ту модель которую сделал тогда если сравнивать этот рынок сейчас и вот в тот момент когда вы лично стартовали на рынке вот как вы можете обозначить как изменился рынок ресторанов и бизнеса менялась да ну во первых появилась еще одна постсистема уже радует что реально мы когда начинали мы вообще не понимали на чем работать ну то есть мы прям на бумажках фактически писали заказы вот это очень уже очень хорошо а вообще ну пойти сильно конечно поменяла рынок доставка появилась она так активно начала развиваться я когда вот пытался клиентов все подключить на доставку 1.ru вот я приходил к рестораторам говорю слушайте давайте типа вот доставка вот нам по куче у людей звонит у нас там большие объемы давайте мы будем доставлять доставка нет мы не знаем что такое у нас упаковки нет где упаковку должны взять и вообще у нас полно человек людей в залу приходят мы не хотим доставлять ничего вот и я прямо уговаривал упрашивал и там такие были условия тяжелые для нас и поэтому наверное это одна из причин почему проект закрылся что приходилось иметь ну там давать очень большие скидки чтобы начали с нами работать сейчас конечно такого уже нет сейчас приходишь к ресторатора доставка откуда давайте типа начинать доставку делать надо если говорить про то как было я не устаю вспоминать как мы говорили там в свое время про омниканальности для многих региональных ритейлеров это было что-то ну неведомым неизвестным а сейчас ровник анальность уже абсолютно логичное развитие но пандемия очень сильно конечно для ритейла изменила это восприятие омниканальности вот для ристраторов конечно переход случился гораздо раньше почему ритейл почему это его пришли почему не остались рестораны бизнесе также наверное потому что я там у меня там больше всего более было вот я там больше все то есть я шел в одно время мы и жили за городом вот семьей и на пути из города там был один большой гипермаркет вот это единственный был вариант где я мог купить продуктов я туда один раз приезжаю а жена где-то там они уехали отдыхать что ли что-то еще и в общем я на самообеспечении и я приезжаю в магазин и начинаю ходить там эти между этим прилавками там 30 минут 40 минут потом я пришел там очередь безумная плюс этом ну короче я понял что это вообще очень сильно неудобно и есть что поделать там есть что предложить покупателям ну и соответственно тогда у меня родилась идея попробовать формат но вообще это продуктовый магазин очень люблю что я вот вот тут даже еду я захожу продуктовый магазин даже до того как я ритейлом занимался этом что-то все перетрогаю пересмотрю там где-то что-то покручу везде попробую все не просто какое-то эстетическое удовольствие от этого эти классическая история не нашел нужного формата пошел сделать свой ну тип того да ну это же понятно если у тебя есть какая-то неудовлетворенность чем-то есть идея как сделать это лучше есть такая эмоция ты его можешь использовать в бизнесе вообще абсолютно нормально изменяем мир как мы в целом сейчас оцениваете домашний регион в плане развития вот именно на данный момент вот именно сейчас домашний регион я знаю что уже много регион собирается или же дома в шести городах сейчас должны открыться в ближайшее время там пальчики с крещенами держим вот ну как оценить ну нас восприняли благосклонно скажем все кроме распотребнадзора ну да не на самом деле так я знаю что и в правительстве даже уже обсуждали то что мы молодцы мы поднимаем местного производителя и в общем хорошо что такие форматы развиваются поэтому мы ну и люди мне очень часто люди пишут говорят что как классно очень очень часто говорят что ребят я тут переехал в новое место и там не оказалась жизнь марта и это горит невыносимо вообще срочно откройте там университетском там или где-то еще жизнь марта ну что я живу и не знаю там где где покупать ну я ребятам скидываю надеюсь что они реагируют но я там я локацию сам не выбираю поэтому это вот от них зависит а еще там не один раз мне написали что ищут квартиру и обязательно что квартира была рядом жизнь марта да это интересный такой момент это это к тому что нужно тем кто сдает квартиры ставить рядом есть обязательно до нужно там до до расстояния до метро и расстояние даже из марта здорово а если говорить про конкуренцию все таки мы сегодня как раз говорили о том почему не надо бояться открывать сети розничные магазины вот сейчас когда трудный вроде как момент и все прочее а вот вы открывались 9 19 20 годах это вот вас стартовые магазины были да ну там все сложилось и как конкуренция как вообще в такие города когда вроде самые трудные открываться не боимся конкурентов не находим сложным этим это на самом деле мне так сложно вот оценивать уровень конкуренции мне кажется то есть задача жизнь марта была изначально занять ту нишу на которую не могут занять крупные ритейлеры вот мы делали все возможное и мы здесь до сих пор это делаем чтобы те все все возможные вещи которые не может повторить крупный ритейлер вот и за счет этого мы ну там у нас есть своя аудитория который нас ценит за это и любит и которая не точно за теми же самыми услугами не пойдет в пятерочку или магнит поэтому я думаю что мы конкурируем естественно какую-то долю мы отжимаем какую-то долю они у нас забирать но в целом мы про разные модели потребления от дискаунтер это дети нет точно это не моя ценность я не понимаю диск ну я понимаю дискаунтера мне нравится очень немецкий дискаунтера но нам надо сейчас быстрее развивать наш формат который у нас есть вы выходец из ресторанной сферы и насколько было сложно переключаться между рестораном и розницей но мне кажется наоборот благодаря вот 300 опыта в ресторанном бизнесе он не очень помог вот потому что я в принципе понимал что нужно что важно какие вкусы должны быть какой ассортимент должен быть на что нужно уделять внимание чему нужно уделять внимание соответственно благодаря вот этому опыту мне вот в том числе и получился же смарт и вот опять возвращаясь к теме конкуренции на катеринбургском рынке на общего здесь федералы уже давно и как ну вот кусочек пирога там четко поняли где ваша ниша и четко в это место пришли и заняли не мы много экспериментировали вообще нас изначальная идея была в том что бесит долго ходить в магазины и потом бесит долго готовить вот поэтому я думаю блин а давайте сделаем продуктовые наборы которые там вот хочешь ты уху например или этом борщ тебе нужно сначала свеклу взять картошку а прикольно же пришел в магазин взял коробку и ушел домой и приготовил ровно столько ингредиентов сколько надо сначала купил все это приготовил по удобной инструкции и получил хороший борщ но звучит прямо вообще гениально вот и на самом деле я там опросил всех друзей и знакомых там как вам эта идея всем абсолютно нравилось и мы по факту открыли продуктовый магазин в котором основной ассортимент был продуктовые наборы то есть он вообще не мы поняли в первую неделю что мы вообще не туда попали люди приходили горели это чем мы таки но продуктовые наборы вы же можете там справились с экономисту коврянски нет и шли там к другому нашему ассортименту молоко готовые да там еще чудо и мы быстро это поняли начали общаться с покупателями смотреть что им нравится и дорабатывать дорабатывать формат до той степени пока вот не поняли что вот все вот оно то что надо очередной пример когда с друзьями пообщались и это не то целевая аудитория казалось я не знаю что там случилось почему не нравилось но главное это нормально нас на уровне на этапе стартапа когда только начинаешь там 10 раз разные гипотезы проверяешь это идет за не там по не понеслось значит все продаем не не пошло значит это все убираем у нас там печка была за 600 тысяч рублей я вообще-то пил за него как сумасшедшая грудой вот нужна эта печка и все введите туда блюдо мы в этой печке будем готовить пиццы мы там разогревали как все сопротивлялись но мне не получилось продавить и покупатели тоже свое нет сказали в общем пельмени варка у нас было вот вот моя идея была фикс что покупатели хотят варить пельмени там же на месте самостоятельно то есть там были стаканчики высыпаешь из стаканчика в специальную емкость пельмени засовываешь в этот аппарат у тебя там раз 33 минуты и у тебя в общем пельмени готовы вкусно шикарно классно и недорого и очень быстро вот и мы это сделали я настолько в это верил но это вот тоже вот не полетела люди такие типа что это за ерунда мы не хотим пельмени мы хотим дайте нам не знают лангустина строчителлу а пельмени нет вот и забавно то что мы в питере заметили точно такой же ну то есть там ребята пытались прямо скопировать нас то есть они прям вот по этапам там все вот эти вот витрины наши сделали и у них такая же пельмени варка стоит у нас уже там год назад убрали в общем было много экспериментов и какие-то из них удались какие-то нет но вот те которые удались мы их оставили получился тот формат который нужен а вот сейчас упомянули что вы уже видите ребят как питере которые вас скопировали но вы соответственно что-то меняете уже в своем концепте выходя на новый рынок вот сейчас санкт-петербурга нет мы ничего не меняем там есть маленький нюанс вот можно скопировать то что ты видишь вот так вот снаружи но команду ты не можешь скопировать это раз и второе ты не можешь скопировать эти и процессы вот внутренней соответственно внешние какие-то вещи они там пытаются сделать но мы заходили в магазин он у них не масштабирован он в единственном экземпляре и он достаточно такой так выглядит вот соответственно мы верим в то что мы сможем этот же формат сделать и в питере и он у нас полетит главное главное наши ценности когда у вас открытие когда у нас открытие сентябре мы уже помещение нашли насколько знаю да партнеры есть все соответственно проектирование стройка центровой или нет нет спальники вот вы уже сейчас несколько людей проговорили у вас там было немало любопытных инициатив раздача списанной продукции нуждающиеся потом мы предлагали садоводам приносить личный урожай на реализацию кстати я когда это прочитала я думаю как как это оформлять документально да да ну это же документооборот который мы вообще на супер доверие работали очень много времени вот и садоводы просто приносили ставили подписывали баночку номером телефоном своим и уходили а люди честно абсолютно брали эту баночку скидывали денежку на этом по номеру телефона и забирали продукцию вот это вот так у нас работало а а если мы говорим про правильное оформление всего касаемо документация имеется юридическое да ну я просто понимаю что немножечко работая в прямой рознице вот самое главное вот это приход расход оформить я бы ты набрала на баланс себе это не брали то есть мы не оформляли это как приход то есть это фактически вот была полка которая мы не управляли то есть это вот место садовод пришел положил получил за это деньги нам это не передал никак мы это никак не продали то есть это фактически коммерческих отношений вот в рамках садоводов с покупателем нас не было но вот возвращаясь к идеям которые я вот на я вчера заглянула ваш магазин да и вот пронаблюдала например там про питьевую воду да то есть у вас там я ну я кстати предположил что ну это просто руки помыть но еще и что фильтр да конечно там же можно еще под я это кстати заметила уже потом когда я подошла руки помыла отошла и уже издалека посмотрел так это оказывается вот так задумано вот такого плана идеи вы сейчас много на чего наговорили что вы придумали и она не взлетела а что придумали и взлетела ну вот вообще удивительно и это мне показалось какой-то дичью на самом деле в россии до нас но по крайней мере в регионах не было туалетов в продуктовых магазинах чё почему вообще ну что это такое в каждом ресторане в каждом кафе у тебя есть туалет но это нормальные люди приходят абсолютно спокойно ими пользуются блин а почему не делают в продуктовых магазина реально это же людей там они 30-40 минут и у многих там по делам же нужно сходить и первое что мы сделали это реально сделали гостевой туалет и это мне кажется было просто то есть люди писали на форумах что вроде как бы такая обыденная вещь туалет продукт ну туалет в общественном месте но при этом люди на форумах где-то в чатах где-то в инстаграме там блогеры рассказывали что вот ребята продуктовом магазине туалет это очень круто вот взлетела вот такая вот элементарная вещь вы знаете это как раз из той истории про которую я очень люблю разговаривать с ритейлерами почему вы не делаете то ли это магазина почему это действительно базовая потребность всех потребителей которые приходят и недалеко от моего места где я живу когда самом магазине крупно то есть самом торговом центре есть недалеко но и самом магазине еще сделан туалет для всех был такое удивление зачем тут есть же рядом это же торговый центр но боже как удобно когда ты не выходишь из магазина по которому гулять очень долго но данном случае у нас там 20 500 квадратных метров магазин куда-то деваешь эти покупки брошенные покупки они в том числе не из-за этого появляется и но у вас получается там где у вас свои магазины там есть туалеты нет нас смысле свои отдельные точки то есть я не видел в том мини формате мне в мини формат нет в большом формате да у нас везде мини форматом 30-40 метров там поэтому не где туалет хотя нет там есть туалеты и когда как в общем короче у нас где то есть где мы можем это себе позволить это нету и да я однозначно оценила что вчера просто это действительно бесит и пришел поесть ну как мне руки-то помыть надо ну как бы гигиена ну в общем да бесплатная вода пожалуйста же но это конечно уже немножко отход а вот ресторанного бизнеса три странного формата не везде есть бесплатная вода но тут круто люди приходят дети приходят очень часто мы там специальные пластиковые стаканчики одноразовые положили и все люди набирают и пошли там гулять с этой водой лед летом вообще летит то есть у нас следа генератор тоже вы вроде элементарная вещь у каждого ресторана есть свой ледогенератор у каждой кофейни и свой ледогенератор блин так вы его сделаете на полметра в сторону за барную стойку чтобы он был доступен еще и для покупателей и делайте совок и все люди будут набирать там лед столько сколько они хотят все мы так и сделали и в итоге сейчас люди стаканчик воды туда льдинку положат и и уходит вот дети периодически там лед набирают там где-то играют и но в общем тоже это такая прикольная штука получилась летние веранды ну вот эти летние столики стулья скамейки то есть очень много людей там собирается когда мы ну короче мы выставили их и там прям тусовки у нас по вечерам музыка но в общем много 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 всяких элементов которые мы добавили которые такого небольшого шарма нам создают ну вот я вижу что часть вещей про которые вы рассказываете этого на элемент фана но они конечно они бесплатно они нам день денег не приносят но при этом они создают приятную атмосферу для людей это важно как вы видите вот в принципе вот вашу некую там миссию тире роль ну больная тема туалета честно скажу вот как вы видите чтобы это и вот такая инициатива распространилась более чем на жизнь марта и хотите ли вы чтобы другие тоже это подхватили и для вас это не было бы только конкурентным преимуществом ну на самом деле мы сейчас увидели много попыток вот то есть мы открыли первый жизнь марта люди увидели успех и сейчас очень многие пытаются там внедрять какие-то элементы жизнь марта мы сразу увидели по всему городу вот эти скамеечки которые мы сделали первыми вот со столиками встроенными мы сразу увидели открытые витрины где можно самостоятельно взять товара не ждать продавца пока он тебе удаст вот в общем мы вот прям начали замечать какие-то элементы и люди подражают я очень надеюсь то что жизнь март когда он будет по всей стране все будут говорить блин мы хотим примерно как жизнь март вот нам нужно там воду туалет и там еще много разных всяких приколюшек такими инициативами и выстраиваются новые какие-то реализации мы видим прямо изменения до в екатеринбурге по тому какие форматы сейчас начали открываться скажите мне пожалуйста вот все-таки достаточно прокаченный потребитель когда вы приезжаете из екатеринбурга в другой город вам хватает сервиса хватает ли вам ну я знаю москва наверное все-таки достаточно накачанная различными сервисными решениями куда часто ездите где его может быть не хватает или наоборот вам там еще более круто чем у себя в екатеринбурге ну я так москва питер екатеринбург больше так и как москва питер дай а в ссср еще есть сср что это я там дать и да даже там нормально уже абсолютно то есть туда приходишь раньше там вообще кофе даже нельзя было попить а сейчас там есть такая дарья море кофе и она в контейнере открыла кофейню и там все ссср покупается с кофе вообще шикарно абсолютно и куча ресторанов открылась в общем по сервису мы растем малый бизнес он создает все-таки комфортные условия для жизни ну да только таким образом можно действительно что-то менять и менять вокруг себя и таким образом меняем и мир для себя еще бы до малый бизнес другие бы сферы пошел бы тогда было бы вообще идеально чуть-чуть к ресторанной теме не должны тоже к ресторанной теме вообще про изменения каких-то вещей связанных с ингредиентами до конца и говорилось о том что рестораны японской кухни на грани закрытия из-за повышения цены на свежую рыбу какие выходы вы сейчас ситуации видеть сдвинулась ли за это время ну вот это такая стоит ну как вообще часто менялась я знаете как у меня уже не первый год пробы делать конференцию как раз на волк фуде про рыбу в этом году кстати отказались потому что настолько тяжело что рыбы нет вот да не просто делать конференцию честно и как сейчас ну вот ситуация да тяжело чуть тяжело беда это прям калифорния не будет но калифорния будет она там с крабом либо скрабовые палочки это зависимости иногда с креветкой вот но с филадельфии сложно сейчас пока сложно рыба есть до сих пор мы ее где-то находим вот но она безумно дорогая и в общем пока держимся для меня уже нормы видеть абсолютно варианты суши там селедка еще чего-то ну короче да вот прямо начинается да видимо сейчас еще новый будет толчок вот такому творчеству мы посмотрим не знаю пока сложно уже пошло это творчество мы не мы селедкой нет я как-то не знаю я не могу селедку не мы и мы это стараемся когда более классическим каноном придерживаться но все равно бы экспериментируем все время еще лет с 10 назад я впервые когда столкнулась с тем что мне подали скумбрии и я могу сказать мне понравилось это было вкусно это было удивительно для меня тем что у них там там серый дракон красный дракон еще как то такие названия ну как бы заказали ассорти и сначала даже не поняли потом я начала поняла сюда тоже скумбрия и это оказалось интересно ну это так а вдруг хорошо я запишу ну смотрите на самом деле вот вообще рыбный рынок тяжелый при этом знаете когда мы разговариваем ведь или полезный белок правильный белок и мы понимаем что сейчас мы воспитываем детей которые могут вообще перестать есть рыбу то есть у меня точно понимаю что мой старший сын уже даже если есть рыба в холодильнике он скорее не будет ее есть скорее выберет нами знаю солны курицу а как вообще но это больше конечно производителям должна задавать вопрос да но ведь по факту мы можем потерять достаточно быстро потребителя который будет есть рыбу и кому продавать имеется кошки-то идет я я не обманешь я шучу но я не знаю я честно я тоже достаточно у нас есть дешевая рыба на самом деле тут есть что покупать вот но не знаю насколько она вкусная у у вас сейчас в жизнь марте какой процент у нас очень мало рыбы у нас очень мало рыбы я постоянно говорю ребята ну давайте там рыб играет не покупают рыбу дорого либо дорого либо люди но недостаточно вкусы но я вчера попробовала как раз ваш финский суп и таглиотели с брокколи и семгой тоже по рыбе да в общем поддерживает рыбных производителей что я скорее выберу рыбу если она есть на попробовать и очень порадовал вкусовые качества для меня мне ну галочку ставлю я я действительно стараюсь пробовать иначе только только таким образом можно понять но именно идем там где не подготовлено чтобы знаете не было ситуации что вот и там да я уже там дала небольшой обратный связь но ничего в январе вы заявляли о том что вы планируете открыть еще один японский ресторан под новым брендом что стало с этими планами планы не закрылись вот мы действительно продолжаем эту работу менее интенсивно конечно нам пришлось пересматривать полностью наш ассортимент вот ну что мы больше такую ошибку делать не будем завязываясь в основном только на на одной рыбе вот и сейчас у нас должен будет пойти эксперимент посмотрим насколько мы удачно разработали меню насколько у нас покупатели будут любить я наблюдаю что там где изначально очень хорошо работали над трафиком то есть вот занимались вот этой условной ценностью то есть не просто работали над идущим мимо трафиком а именно что притягивали вот как вы можете для себя оценить вы за счет чего например сохранили свои рестораны за счет того что вы предыдущая стратегия была верная ну да нет на самом деле нам пандемию достаточно неплохо поработали вот наша доставка основная бизнес все-таки первую очередь поэтому мы там когда закрывались все рестораны полностью все кафе вот можно было пользоваться только доставкой соответственно мы активно очень доставляли вот поэтому изначально наша бизнес-модель нам очень помогла пандемию вот мы даже там когда вы выделяли какие-то деньги там дотации по-моему за зарплаты за сохранение рабочих мест даже таки мы не будем брать потому что это нечестно что мы на самом деле очень много денег заработали бенефициарами в какой-то мере оказались да да мы в выгодном положении то в отличие от нынешнего кризиса ну давайте немножко опять про амбиции про планы на другие регионы вот все-таки экспансия на новые регионы это всегда вызов и вызов такой конкретный потому что вы свои своего покупателя более-менее знаете здесь уже как-то обтисали с поставщиками целую все понятно вот сейчас вы выходите на новые на новые регионы с чем явно критично вы сталкиваетесь выходя на новые регионы в чем сложность экспансии ну наша модель подразумевает работу с локальными поставщиками большим количеством локальных поставщиков и главный челлендж выхода в новые регионы это именно формирование нового сортифа формирование ассортимента заново вот по некоторым категориям и соответственно узкое место там и все зависит от того успех зависит от того насколько мы это узкое место решим ну вот соответственно ребята сейчас очень активно этим занимаются у нас супер короткие сроки годности да и это кстати тоже вот один момент который не учитывает конкуренты когда пытаются копировать ну что мы очень много денег вкладываем в идти система автозакупа вот чтобы правильно закупать товар вот и без этой системы рыночных решений сейчас нет таких в открытом доступе поэтому правильно закупать с короткими сроками годностями магазин очень сложно ну что там нужен товаровед который там все считает это прямо дорого-долго и много ошибок вот вот это не учитывают и пытаются также делать но сталкиваются с тем то что большие списания вы сейчас обозначили что в питер вы уже готовы а москву нет москву нет точно почему ну зачем москва это как отдельная страна другая со своей культуры со своим рынком и я думаю но питер другой питер и другой по сравнению с москвой явно достаточно давайте вот мы сегодня как раз успели проговорить что там retail тех что технологии у вас сразу же там айти айти если просто про оборудование вот холодильная там стеллажи там все такое у вас один и тот же поставщик или вы в каждом регион сейчас будете заходить и там уже обустраивается взаимоотношения с новыми поставщиками по мебели но мебель у нас заказ делает соответственно я думаю что ребята будут там искать поставщиков вот по холодильному оборудованию я насколько знал нас федеральный поставщик он один у нас не договор соответственно мы с ним продолжаем работать кофемашины понятно это все дистрибьюторы там кто ниже цены даст тем и того и купим нейтральное оборудование я не знаю если честно я не знаю то есть тут наверное будет тоже проводим ребята будут проводить тендер там где поставщик предложат наилучшие условия с тем будем работать все просто достаточно знаете просто это знаете когда магазин жизнь ноги составляющих до состоит а если мы говорим про именно айти вашу да то есть меня очень порадовался время выступление евгения грамотеева на моей сессии ритм настоящего отдельное спасибо есть за то что у нас такой за эти такой ой маленькая сеть вот это и бац один интересный момент второй момент и книг как раз больше да не больше всего вопросов было в итоге на мероприятии это было так для многих удивлением это кстати всегда очень приятно когда получается находить что-то новое в нашей необъятной россии и интересно интересно на самом деле это для нас очень важно кстати говоря к вопросу наверное к нашим зрителям если вы понимаете что надо со мной чем-то поделиться в частности там ритейл настоящего присылайте кейсы потому что мы опять готовимся уже к 23 года у нас в апреле опять мероприятие так что готовьте вместе с нами дайте теперь уже именно к эти еще раз передай перейдем вы неоднократно упоминали и что для вас это является одним из конкурентных преимуществ ваши франчайзи полностью получает доступ к системе это одна из составляющих вас да это с точки зрения находок которые вы вот в разрезе айти автоматизирует и вот прорабатываете чтобы они были чтобы был этом как находите вот эти идеи откуда это все берется какие идеи по доработкам господи не самое сложное войти это не поиск идеи самое сложное войти это выбор правильных идей которые нужно реализовать никто это принимает решение сейчас ребят сами принимают решение я не знаю как как-то не там справляются видимо раньше конечно это я очень сильно на первых этапах там пока мы не открыли 5-6 магазинов я был безумно погружен в операционку вот безумно каждое принятие каждого решения вот и тогда я там приоритеты сам распределял вот но сейчас ребята как-то больше самостоятельно это делают вот как-то оценивают но если надо я готов под присоединиться тоже по согласовывать что-нибудь но на самом деле это тяжелый труд ну это нужно но как-то вот прямо оценить же то что какие-то вещи действительно выстрелят а какие-то то они же просто так время ты потратишь и деньги вот и это большая ответственность свое время когда я впервые побывала в ресторане зума зума да слушал и так получилось что мне там тоже сделали экскурсию по ресторану в какой-то момент девушка проговорила что у нас цель 7000 улучшений за год у вас есть и войти или целом по магазину а по ресторану есть у вас такие какие-то не мы 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 такие вещи не считаем насколько я знаю вот нет у нас прям целей таких нету у нас цели больше там относится к бюджет доходов расходов вот пенельки вот там до улучшения ради улучшения мне кажется это такое просто интересный момент потому что я на самом деле пронаблюдала этот результат для себя потому что они с меня сняли всю информацию когда я там один момент сказала о том что не получилось так они мне потом отзвонились и сказали мы поправили спасибо да да то есть прям вот для них это действительно но опять же про ценность да то есть вот мы сегодня в том числе на мероприятии рассуждали про цену и ценность но на самом деле это вот когда мы делали вот один магазин мы управляли им когда я занимался там именно улучшения формата я думаю что мы там безумное количество нету я не считал но там есть и в трейла там посчитать эти за количество задач он мне показывает 600 больше 100 улучшения за за годом и делаешь что-то улучшения за год мы делали вот но это очень легко делать когда у тебя вот одна точка две точки там максимум три точки но когда у тебя уже больше тысячи человек вот у тебя ну достаточно много магазинов тебе нужно очень аккуратно такие улучшения делать потому что одно улучшение вот маленькая в магазинчике и а потом нужно раскатывать на всю сеть а это целая история и это целая команда должна заниматься этим и это уже вообще другой уровень другой калинкор и другое количество улучшений и это сложнее прям сложнее делать дать сейчас при персонал как раз поговорим вот как раз один из факторов который иногда помогает развиваться и расти иногда нет сейчас конкретно вот про магазины вот у вас в среднем ну среднем сколько человек магазине работает смену 8 от амине и это большой магазине в маленьком там три человека работают как обучаете у нас есть система обучения систем наставничество вот у нас зависимости от того это а про кого вопрос ксты про директора или право продавца ну слушайте я так понимаю что одна из самых сложных как раз маленьких и но как обычных продавцов научить правильно работать систем наставничество магазине то есть есть люди которые специально знают и умеют как обучать других людей еще соответственно директор там другая история там есть учебный центр вот учебный магазин вот где директор вот прям проходит каждый этап если он не работал раньше хотя у нас по моему нет у нас есть люди которые все-таки извне приходят и устраивают сразу директорами но в основном нас люди все-таки вырастают вот и если он растет то у него есть там программа теоретическая по управлению и соответственно есть наставник который ему расскажет покажет как нужно заниматься работой директора плюс аттестация финальная как это ну это типа грейды вот когда как-то зарплата это зависит от чего от того как вот ну человек там проходит какие-то и дал конечно то есть у него у нас четыре или пять должности нет продавец наставник старший продавец директор 4 4 уровня иерархии и на каждом уровне своя зарплата зарплата складывается из условно определенной части и проценты или вот управляющая компания видимо определяет уровень заработной платы но насколько я знаю это почесовка плюс примерная часть они влияют просто есть например некая . технологии когда там условно есть какой-то план который нужно выполнить чтобы в итоге получить например больше есть такие какие есть такие вещи да есть мы есть все работает из таких мотивационных вещей на ваш взгляд вы имеете ввиду влиять на этот план в итоге чтобы вот продаж больше было но в свое время я для себя понял что отсутствие жесткость стандартизации очень хорошо помогает с точки зрения мотивации людей потому что и широкий круг обязанностей широкий круг ответственности вот и универсальность вот то есть вот когда людей определенный тип людей вот им даешь когда свободу принятия решений им даешь в этот зон ответственности четко понятную вот и даешь вот такой вот свободу от жесткого контроля постоянного над тобой и штрафов вот люди как-то и при нормальном обучении при нормальном эмоциональном состоянии внутри коллектива они раскрываются они там начинают реализовывать что-то придумывать какие-то вещи там создавать и это очень круто сказывается в том числе и на их успехи на их карьерном росте и на соответственно успехи компании магазина вот поэтому мы как вот управляющей компании мы очень рекомендуем не зажимать своих людей в магазинах не заморачиваться там со стандартами с безумными с какими-то там обязательным уровнем сервиса как от души получается так и получается это все равно гораздо более искренне и хорошо нежели вот жесткого по струнке как в армии но в это не совсем бирюзовость но это вот один из элементов если мы говорим про команду которая офис то есть которая управляющая компания как здесь вас сейчас откуда люди приходят как вы их находите как вы выращиваете до кого может дорасти но у нас был прикольный опыт вообще мы брали с не вот но у нас получился такой интересный опыт когда мы сделали гембу наоборот то есть сотрудники магазинов смогли прийти в управляющую компанию и поработать рядом с руководителями вот и это оказалось очень круто потому что нам например приходили люди но они вот учатся он где-то войти уже там на программистом в общем и он такой у него глаза горят и он садится рядом с разработчиками или там с продакт-онером и начинает интересоваться и и они друг друга смотрят у них любовь ну там как бы это за профессионально и не такие давайте по к нам ну и все из маркетинга так из коммерции то есть я сейчас отчаянно и очень сильно топлю за то чтобы мы не брали руководителей с вне вот со стороны а именно выращивали их забирая с магазинов либо повышая внутри управляющей компании ну что эти люди они гораздо ну вообще другой уровень вообще другой это еще культурная прививка уже случилось да то есть вашей корпоративной культуры это очень важно потому что люди в магазинах они более мотивированы показать себя потому что они понимают что если они будут классно работать то они соответственно смогут пойти наверх это очень важно вот в управляющей компании абсолютно тоже самое постоянно непрерывный рост вверху очень сильно мотивирует людей вот ну и плюс да вот эта культурная прививка знания процессов изнутри не надо долгой адаптации именно вот корпоративной культуры это все очень большие плюсы и они перевешивают и минусы что у человека там может быть нет релевантного опыта работы его можно получить там 3-4 месяца повозиться с человеком порассказывать ему показывать и все и он уже как влитой делает то что надо а знаете здесь это сейчас релевантный опыт раз но постоянно с коллегами говорим о том что у нас нет при специально профессионального образования сейчас в отрасли которая бы позволяла после того чтобы закончить какой-то вуз и действительно прийти стать достаточно востребованным специалистом именно в ритейле то есть училище перестали делать то что нужно такого скажем так это уже под раз продавца ну там просто не требуется таких вот видите ли вы какую-то не знаю инициативу или может быть даже делаете уже что-то для того чтобы чего-то поменять профессиональном образовании или для вас это пока не так нас для нас пока это не та задача конечно да не тот уровень вот мы пока занимаемся образованием внутренним чтобы ребята могли узнать то что они должны знать и постоянно развиваться и дальше возвращаемся опять к этим направлению в какой-то мере да еще одна из последних властей по вашей фамилии то что вы зарегистрировали компании для разработки программного обеспечения что сподвигло на это решение и какие все-таки пытаетесь из этого извлечь выгоду ну мы зарегистрировали идти компанию да но мы ее зарегистрировали не для оптимизации налогов потому что на самом деле мы уже давно резиденты сколково и налоги в курсе оптимизировали вот на самом деле мы все это абсолютно легально делаем и поэтому мы но имеем полное право на это вот ну что мы очень много разработки конечно ведем но это что касается наши хотите делиться вашими разработками с другими но мы вот что такое подумываем пока вот поэтому зарегистрировали но я пока не могу вот прям подробно рассказать чего мы делаем потому что это еще на этапе вот почти идеи но уже подальше мы продвинулись но это пока слишком рано ждем да 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 как вы в целом сейчас оцениваете рынок российского ритейла чего явно ему не без не достает ну вообще вот сейчас мне кажется что рынок российского ритейла это это очень такой сильный рынок прямо то есть вот если конечно это не лондон вот там я не знаю нью-йорк со своим ритейлом немножко уровня пониже но это очень высокий уровень прямо очень сильно высокий уровень с очень хорошим сервисом с очень хорошим качеством поэтому я тут вообще меня вопросов к нему особо нет особенно с появлением жизнь марта он вообще стал просто замечательно мне сейчас очень интересно наблюдать все-таки силу того что сейчас немало коллег работает не в россии и они начинают активно делиться тем что им становится непривычным не получать того сервисы или тех услуг которым не настолько привыкли в россии воспринимали как давность и это вот как раз станет интересная история на которую мы тоже должны обратить внимание мы все-таки не умеем иногда показать мы привыкли что-то так есть но как только из нашей жизни исчезает и в этот момент и думаешь ухты оказывается так круто у нас это так же было да абсолютно я очень был удивлен что в некоторых странах ритейл гораздо менее развит чем в россии для меня прям как-то это вот прям неожиданностью что ли хотя вроде очевидный факт даже то что ну согласен полностью откуда брать энергию откуда брать энергию не знаю вдохновение ну кто как кто берет в семье кто берет на работе кто где я беру я беру ее но хорошенько поспав это обязательно вообще слова и я ее беру когда общаюсь с командой на какие-то такие саду на хорошие темы такие позитивные темы на тему успеха так скажем вот это вообще заряжает ну то есть когда при приходит к приходишь там на защиту бюджета либо там на какой-то встречи спрашиваешь ну как дела да хорошо все у нас тут вот тут что получилось там что получилось тут у нас двигается поэтому чё на давай закончим встречу уже да пойдем работать и это как бы самое позитивное и вот этот час ты потратишь на то чтобы там поговорить на каких-то общих вещах там мировоззрение стратегии там или чем-то еще они на решение каких-то проблем и это сильно это максимально сильно заряжает а кто решает проблему ну иногда бывает приходит руководители там ну вот типа у нас вот это не получается что думаешь поэтому и мы начинаем обсуждать вот конкретную проблему и инструменты как вспомнил как как с помощью них можно это решить это другой тип встречи а не меня 1 заряжает больше но второе тоже неплохо достаточно хуже когда типа начинаешь обсуждать инструменты и человек такой это не поможет мне тут не получится тут не это это сильно конечно не мотивирует не о чем должен помнить тот кто выходит на рынок ритейла топ-5 ошибок или советов может быть вот что такое сможете выделить на рынок ритейла но кстати интересно то что жизнь март запускался параллельно с еще одной сетью наши продукты по-моему называлась она они вообще копировали вкус вилл от начала до конца и они сделали очень большую ошибку они открыли сразу 6 магазинов не дорабатывая формат ну вот прям вот номер один это сразу же масштабировать неработающий бизнес вот номер два наверное это не фокусироваться на формате на этапе старта никто кроме собственника ну либо там кого-то такого человека которого есть видение вот этого бизнеса до идеолога не если он далеко от бизнеса если он там не участвует разработки формата то скорее всего очень слабо получится вот третье это фокус на отсутствие фокуса на команде то есть как бы пытаться создать что-то новое с помощью людей просто там с рандомно подобранных как-то там побыстрее закрыть вакансии вот ничего точно не получится еще интересный момент что мы специально когда мы создавали только формата вы начинали все эксперты в ритейле все опытные люди которые пробовали не говорили вы вообще чуть нереально делать но типа это у вас не получится скорее всего я тогда понял что я не готов брать людей именно из этой индустрии на этапе старта потому что они вообще демотивируют они прям тут не так вы делаете всяк не то мы таки да блин нам надо скорее там вот разобраться там я не знаю с поставками продуктов вы нам рассказываете про мерчендайзинг на мне нет времени до мерчендайзинга пока у нас там типа с опозданием на полтора часа продукция приезжает ну в общем и они вот постоянно вот отвлекали нас с того главного чем мы должны заниматься вот четыре еще не надо я не знаю но жалеть деньги на развитие надо вкладываться на начальных этапах надо вкладываться давайте мы немножко про пиар поговорим будет найти действительно используете инструмент пиара очень активно то есть вы активно ведете соцсети активно говорите это стратегия или вы такие сами по себе прикольно это же поддержка людей то есть вообще как бы такая социум окружающие люди это же такой огромный источник вдохновения ну что я там несчетное количество идей подчеркнул из комментариев которые люди пишут они потому что предлагают реальные идеи которые мы потом брали в работы реализовывали очень много поставщиков нашли с помощью этого и ну и соответственно мы это прикольно когда тебя поддерживают то есть у тебя есть какая-то проблема ты про неё там поплакался написал они такие да нормально все переживешь там типа все будет хорошо и это очень сильно заряжает тоже сейчас вот немножко про деньги деньги любят тишину у нас очень многим бизнесмены таким образом вы про деньги пишите открыто и на легальный бизнес он чему тишину то это любить не знаю как бы если ты нормальным делом занимаешься не пилишь бюджет чем чем бы нет почему об этом нельзя рассказывать знаете так вопросу о том что на сайте есть раздел торговой сети в которую точно можно и нужно размещать ваши новости регулярно подсказывать и делиться информацией мы не можем иногда о региональном ритейле узнать только потому что вы не делитесь вот он остается на вашем мисточковом уровне вы в данном случае достаточно быстро до нас достучать год понадобился на минуточку ну скажем так скажем так мы все равно стараемся наблюдать но проявляется ли если проявляется компании в какой-то момент и действительно это может заметить это не всегда просто увидеть иногда я привели к текленбурге да то есть обычно когда мы приезжаем какой-то новый город для меня несложно увидеть что-то новое да но надо быть здесь к сожалению пандемии в этом плане двадцатый двадцать первый год ну просто меня срезала с возможности поездок сейчас мы немножечко отыграю наверстаете да еще знаете как вы уже состоявшийся бизнесмен все как бы есть вот вот там страшно не страшен не страшно ли заходить новый бизнес делать опять какие-то новые проекты экспериментировать заставлять себя опять там откуда-то или вы не заставляете для вас это просто обычная жизнь вот как-то но имеется ввиду когда новым проектом начинают ну какие-то проекты заставляю какие-то проекты нет всякого я понимаю что например люблю начинать но мне например очень трудно поддерживать да это да я вообще прям это идеальная характеристика меня я тоже очень весело и задорно начинается все вот но когда начинается операционка операционная рутина когда возникает сложности с внедрением изменений уже вот прям на этапе когда люди кто-то не понимает почему это дал нужно внедрить это до каждого не может достучаться это от этого устаешь быстро ну вот на этом этапе нужно уметь уже отойти ну то есть хватит смешаться компании дальше расти я часто этот момент почему-то вспомнила золотой антилопы там есть такая фраза довольно 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 ну то есть в какой-то момент просто основатель начинает ограничивать компанию вот на этом этапе нужно просто взять отойти передать управление другим людям более компетентным чем ты пусть они занимаются как какой вы масштаб видите не знаю там через три четыре пять десять лет для вашей жизни марта ну у нас в планах записано 3000 магазин 3 700 20 27 до 3 700 но я что-то думаю что они поскромничали так как бы как настоящий менеджер они немножко планка снизили ну вообще когда мы думали об открытии первого магазина и я даже представить не мог себе сколько чего надо было сделать для того чтобы сейчас работала сеть но мы же как-то это все организовали то есть да на каком-то этапе будут свои на каждом этапе будут свои какие-то челленджи которые нужно будет решить все тут все зависит от людей если люди будут расти вместе с компанией также бы также быстро то они смогут абсолютно спокойно решать дальше акционерная компания как видите многие люди являются партнерами этой компании которые в команде работают вот они являются акционерами и я однозначно вижу вариант какой-то либо капитализации вот для того чтобы они могли свои доли там либо реализовать либо понять что вот они на типа заработали неплохо заработали это очень важно для меня ну вот такой разговор очень любопытный получился я знаете наверное еще один финальный момент на этим все равно про руководителя тоже говорим вот какой вы руководитель еще раз можно такой резюме и чем и чему бы вы себе как бы вы себе там пожелали или там силовой команде вот себе будущего потом можно было пересмотреть например это видео чего бы такого себе пожелали что оставить собой а что там изменить да то есть еще раз кто какой вы руководитель и чего вы пожелали своей команде будущем какой руководитель но я не знаю я разный руководитель то есть я иногда у меня иногда какой-то гиперконтролер просыпается то есть если я вижу что чуть не получается я могу включаться вообще в детали супер-супер там узкие маленькие детали нюансы вот с ними разбираться и какими-то задачами там решать эту проблему через руководителей если там слава богу все идет своим чередом то я максимально отхожу вот и там на уровне ежемесячных пнл смотрю за ходом развития компании вот что касается меня но я конечно люблю второй вариант больше поработать меньше приходится и в целом ну как мне был гораздо более комфортно мне кажется людям тоже вот чтобы я пожелал команде на будущее но я очень хочу я очень желаю чтобы все люди росли успевали за кого за компании потому что компания достаточно быстро растет и мне очень и и для компании это жизненно необходимо чтобы менеджеры понимали что к сегодняшней задачи которые они решают для них могут казаться очень сложными на завтра это будет детский сад потому что будет еще более масштабные более глобальной задачей нужно будет решать их и это очень большая работа над собой это мега сложная работа над собой я очень желаю чтобы люди эту работу над собой проводили это супер важно спасибо большое я рада что мы успели довольно много проговорить в принципе мы практически все мои там вопросы которые планировали успели задать сужден ну вот такой разговор у нас состоялся сегодня в екатеринбурге поговорили жизнь март поговорили о том как развивать создавать новый бизнес создавать новый ритейл мне кажется получилось очень интересно будем наблюдать за тем как ребята растут и действительно амбициозная цель на своем рынке сделать больше трех тысяч магазинов за пять лет но посмотрим может быть действительно перевыполнить и будем наблюдать вот ну и до встреч новых эфирах спасибо что были с нами до встречи